Здарова танкисты! Всем привет! С вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир Танков от Леста Геймс. Сегодня у нас на обзоре акционная машина, которую раньше можно было собрать в конструкторском бюро, а теперь она падает из новогодних коробок 2024 года. Это Объект 780, тяжелый советский танк 10-го левела. Вот такой вот гордый красавец! Да, и сегодня у нас полноценный гайд и обзор по этой машине. Машина достаточно интересная, поэтому передаем слово нашему Михлоду Петровичу. Итак, господа, коллижен модель нашего Объект 780. Ну и давайте начнем с корпуса. Все правильно, вот так поставили тачку. НЛД 267. Ну, это одно из самых крепких НЛД среди 10-х левелов. Понятно, есть и 300 у нас, но 260 это достаточно знатно. То есть сюда, если стрелять, то голдой ББХ, если повезет, пройдет бронепробитие. Вот, это касаемо НЛД. Надгусеничные полки, вот эти, нижняя часть, они рикошетные в приведенке. Там хорошие углы склонения брони. Вот. Надгусеничные полки, вот эти щеки, 600, 600 рикошет. Ну и ВЛД 219, 273 и везде рикошет, потому что хороший угол наклона брони. То есть по корпусу в такой проекции, в принципе, вопросов нету, даже НЛД крепкая. Теперь касаемо башни. У нас приплюснутая башня, такая сферическая, в передней части. Ну и давайте смотреть. 303, вот это самые ослабленные места. Дальше. 308, 328, 427, 1200, да-да. 500, 600, 700, короче, все зашито. Верхняя планочка у нас 50 мм. По правилу трех калибров, только от 150 мм ее можно пробить. Маска орудия. Смотрим. Странные данные какие-то пишут. Ну, в любом случае, рикошет. Здесь в 350, там, до 400. Верх 268, рикошет. Вот внизу что-то неправильные цифры показывает на самом деле. Потому что в маску, в нижнюю часть этот танк тоже не бьется. Показывает 37,8, но рикошет. Очень-очень все это странно. Ладно. Лючки 316. Здесь рикошетная верхняя часть, вот этот пупсик, да. Сам лючок 328, 329. Здесь аналогично. Самый ослабленный люк, этот по центру, 210. В верхней части 211, но тоже пробивается. Касаемо борта. Борт у нас здесь, сами видите, какой сложный. Да. У нас 100 миллиметров. Здесь 100 миллиметров. Здесь 165, борт завален. Башня сбоку 220. От борта он очень мерзко танкует. Лучше не играйте на этом танке. Почему? Подставляйте вот эту щеку. Здесь 270. Казалось бы, ну 270, немало. Но ни рикошета, ничего. Голдой сюда наливать. Представляете, какая огромная щека. Голдой, необычным снарядом голдой, наливать будут знатно. Ну и также через каточек. Так вот, правильно поставим. Ну вот сюда он пробивается, вот в этот угол. Верх катка. Вот такое вот бронирование. Касаемо орудия. У нас пушка 10 левела. Альфа супер. Это танк и играется от Альфы. 530, 640 на фугасе. 267. Нормальное бронепробитие на основном снаряде. 311. Вот на голде маловато. Хотя бы было бы 320. Ну тоже, в принципе, нормально. При такой Альфе заряжается пушка. Опять же, на стойке 14 секунд. ДПМ 2300. Точность на стойке 0.35. Время сведения меньше 2 секунд. По пушке хорошая альфа. Нормальное бронепробитие. Хорошая точность и быстрое время сведения. Единственное, что заряжается 14 секунд. Но это опять же на стойке можно раскачать. По полевой модернизации. Во втором блоке качаем вездеходную ходовую. В четвертом блоке качаем отстройку параллакса. В пятом звукоизоляцию. Второй слот в шестом блоке берем на огневую мощь. Если будете играть без турбины, если будете на этом танке играть с турбиной, конечно же, на мобильность. В седьмом блоке ставим перераспределение электропитания. В восьмом блоке облегченная платформа. По оборудованию ставим закалку, досал и стаб. Если собираетесь пожертвовать закалкой, поставить турбину, то в первый слот ставим досал, во второй турбину и последний стаб. Но стаб ставьте на эту пушку всегда. Он здесь, в принципе, нужен. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный летит 1130 метров в секунду, что вполне себе сносно. А вот голда подкалиберная у нас летит почти 1500 метров в секунду. Фугас летит 930 метров в секунду. По снаряжению. Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Вот у нас три всего лишь члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам и минусам данного агрегата. Что касаемо огневой мощи. Что касаемо минимально комфортные углы вертикальной наводки. У нас, конечно, присутствует минус 7. Но это, конечно, маловато для игры на рельефных картах. ДПМ у нас подрос до 2700. Время сведения менее двух секунд. Точность, точность пушки 0.32. И это все жирные плюсы. И, кстати, пушечка стала заряжаться менее уже 12 секунд. Но про пушку здесь, можно сказать, самый главный плюс. Играется танк, конечно, от среднего урона. 530 средуха. Это круто, это круто. Можно играть прям в размен. Тем более, что хпшки у этого машины есть. Мы их сейчас дальше посмотрим. У нас быстрые снаряды, скорость полета снаряда. И, в принципе, неплохое пробитие на основном снаряде голда. Немножко, конечно, хромает. Касаемо хп. 2450 на закалке. Вполне себе сносно. Опять же, учитывая бронирование данного агрегата. По мобильности все отлично. Мы вот даже без турбины едем вперед 49, назад 15, 17,6. У нас мощность двигателя, да, уделка на тонну лошадиных сил. И это круто. Максималку свою танк набирает достаточно быстро. Что касаемо обзора. 428 метров стандартный параметр. Еще раз, ребята, это у нас тяжелый танк прорыва, который играется от альфы и от брони, конечно же. Поэтому вразмен, вразмен и еще раз вразмен. Танк подвижный, бронированный, с точным орудием. Эх бы сюда еще у ВН была бы имба. Как и Камфанзер 07 ПЕ. Да, к примеру. Давайте уже отправляться в бой. Посмотрим, как эта машина себя чувствует в рендере. Поехали. Так, господа. Обзор боем у нас. Объект 780. Тяжелый. Акционный танк, который теперь, кстати, падает из новогодних коробок. 2024. Больших новогодних коробок. Сейчас у нас... А обзорчик боем. Так, ну что, надо запотеть в 4-5 тысяч. Домашки. Две арты, это прискорбно. Две арты, это прискорбно. Две арты, это прискорбно. при как же лтшка достала уже мол честно блин так а уже этого ебру то сниму не побрита броня ребят но я брак за 0 и по нашему засвету жахнули одному надо ебру уже убивать он меня достал в яму упал крутит вертит подсветили подсветили яйца для арты подсветили опа один лт водишка у них отлетел это хорошо патруль а и 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 Отлично Еще ЛТшечка отлетела Рикошет в ТВП, ребят Вы понимаете, да? Все, убили Бабаху убили Чтоб она там не охеревала А? Ну конечно А кто? Опа ТВПшечка поднялась Нижний куст Не, об этом пока нам мечтать рано ТВПшечка поднялась 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 705 не пробили уничтожено есть 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 и 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 4 место, 3 фрага, все это понятно, и лючки здесь достаточно сложно пробиваются, и броня, в принципе, сносная, да, сносная, но вот через каток, через каточек очень часто этот товарищ пробивается, да, ничего с этим не сделать. Вот, по пятибалльной системе, в принципе, машине все равно можно поставить 4, потому что за счет альфы она вывозит, и, опять же, точное орудие и быстро сводится пушка, а особенно точная пушка, поэтому четверку заслуживает. Ребята, у кого есть этот Объект 780 в ангаре, пишите свои комментарии, как вам эта машина в целом, какой вы используете оборудование, нравится, не нравится тачка, по мне, как, ну, правильно сказать, такая сносная, нормальная, не имба, но сносная. Подписывайтесь на канал, прожимайте лукусы, машину, в принципе, советую, до скорых встреч, новых обзоров, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова